приветствую всех сборка 3726 а новый системный блок корпусе джемини m silver от фирмы каугар такая получилась машинка на встройке встроенная графика которая по уровню производительность такая же как geforce gt 1030 надо dr 5 памяти либо rx 550 тест у нас подоспел 1100 попугаев набрал это примерный показатель как раз жить и 1030 они бывают надо dr4 надо dr5 надо dr4 750 попугаев наберет но надо dr5 1100 1200 процессор у нас в данной машинке а м.д. райзен 3 2200g процессор со встройкой и эта стройка называется radeon rx вега 8 название идет от количества графических ядер вега 3 вега 8 вега 11 вот сколько сколько графических ядер так и называется данном случае 8 ядер корпус у нас закаленным стеклом сбоку она тонированная именно закаленка прикрыта как видим металлом сверху спереди панели снизу металлом корпус недорогой пока они у нас есть мы в них чтобы штампуем системники как уйдут так будем что-нибудь другое применять потому что ценник сейчас за этот корпус очень низкий обычно эти коробки стоят в районе трех с половиной тысяч передняя панелька у нас подсветкой причем панелька хитрая здесь даже есть отверстие для воздуха то есть корпус у нас хоть и закаленным стеклом но не полностью глухой подсветку можно регулировать есть отдельная кнопка подсветки ну и в какой-то момент можно дойти до отключения причем эту подсветку можно еще на rgb контроллер подключить есть такой будет иметься 3 пиновый стандартный разъем здесь экономика хорошего машинки 29 тысяч рублей стоит системный блок хороший полноценный можно даже назвать условно игровой системник симпатичный ну и максимум раскрыли потенциал сейчас это веги 8 чтобы раскрыть потенциал нужно обязательно ставить две планки памяти 2 по 4 2 по 8 2 по 16 чтобы включился двухканальный режим памяти до 40 процентов стройка набирает в графике просто при наличии двухканала если бы мы сейчас тест прогнали 3d mark spy на одной планке показали бы где-то 750 попугай в результат как gt1030 ddr4 ну и второй момент мы память использовали на 3200 мегагерц xmp профильную память на 16 таймингах то есть память изначально 2666 в профиле разгона до 3200 гонится чипсет у нас а320 он спокойно нас может гнать по частоте процессор 4 ядерный базовая частота 35 герц и до 37 turbo boost и разгоняется процессор не горячий 65 ваттный хватает любого охлаждения в принципе но здесь стоит такой с rgb подсветка x-gate недорогой кулер большой огромный охлаждает у нас всю цепь питания процессора на плате на 6 фас питания ssd накопитель достается и оперативки мы их прикольно так светятся разные режимы работы у кулера но так как у нас крышка прозрачная это все будет видно материнская плата гигабайт а320 mh а320 чипсет может гнать частоту памяти в этом плане чипсет в отличие intel от интеловского бюджетного имеет преимущество есть разъем ультра м2 в него можно поставить как ssd с интерфейсом nvme так с интерфейсом сата в данном случае нас трансенд мтс 820 сата интерфейсом 120 к ну и жесткий диск корзине у нас находится на 1 терабайт vw то есть такая классическая связка жесткий плюс ssd все важную информацию обязательно надо хранить на жестком диске а вся система на и создал до должна находиться блок питания мы заложили сразу тот который будет спокойно вытягивать и дискретную видеокарту в принципе любую сейчас если без фанатизма на 600 ватт фирма аэрокул в x plus серия ну и получился как мне кажется по цене очень вкусный системник 29000 на этих процессорах мы крайне редко собираем потому что они довольно таки дорогие например 4 300g стоит 17000 и привез больше для того чтобы иногда материнские платы прошивать под пятую серию процессоров а так очень дорого фирма md стоит ценит свою встройку и по факту вега 8 вега 11 новое поколение вега 6 7 примерно равно по производительности ну и принципе заменяет видеокарту стоимость в 10 тысяч рублей то есть если 10 30 вы хотите купить на ddr5 вот нынешние цены это 9-10 тысяч поэтому в данном случае такой системник на полноценном четырехъядерном процессоре выходит подешевле чем собирать какой-нибудь i3 10 100 либо ryzen 3 1200 с geforce 10 30 тут у нас есть и хорошая коробка и хороший блок питания куча памяти ssd плюс жесткий и ценник не перевалил за 30000 так что один системник в наличии приезжайте забирайте